Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей программе мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Всех вас поздравляю с наступившим рождественским постом. И вот в это время хотелось бы, наверное, уделить внимание, особое внимание тому, что называется нравственное богословие, поговорить о нравственном подвиге православного христианина. Есть очень иногда неудобные фразы священного писания, трудно воспринимаемые, трудно укладываемые в опыт. Ну, например, одна из них. «Дано вам не только исповедовать Христа, но и страдать за Него». Одна фраза апостола Павла. И у того же апостола Павла мы находим другую фразу, что «многими страданиями обречены вы войти в Царствие Божие». В Евангелии мы находим другую фразу о страдании, что «претерпевший до конца, тот будет спасен». То есть прямая связь между страданием и спасением. Поговорим сегодня в нашей передаче о скорби, о страдании с нашим православным экспертом, отцом Николаем Зининым, настоятелем храма мученика Трифона. Здравствуйте. Действительно, очень много говорится в Священном Писании о скорби, о страдании, о претерпевании некого физического нравственного зла в мире. И заповеди блаженства на Нагорной проповеди, которые являются сердцевиной новозаветного закона, который принес Христос, заканчиваются о том, что «блаженны вы, когда вас будут бить, проклинать имени моего ради, радуйтесь и веселитесь, так как мзда ваша много на небесах». Вот если говорить о скорби, почему так много в христианстве скорби? Может задать нам вопрос какой-нибудь сторонний слушатель или сторонний вот человек, который заходит в храм, он слышит проповеди, он слышит евангельские и апостольские отрывки, вот в частности те цитаты, которые я сейчас привел. И он задается вопросом, так почему же все-таки я, который не хочу страдать, получается страдать должен? Вот каково основание, почему действительно в христианстве такое место скорби отведено? Да, немалое место, и даже многие сектантские организации обвиняют православную церковь в том, что вот вы сделали крест символом, хотя это орудие казни, орудие страданий. И если мы говорим, допустим, о кресте, то я всегда прихожан своих учу, что это орудие победы и орудие, и символ любви Бога, потому что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть, чтобы спасти этот мир. Поэтому наше зрение и угол зрения немножечко другой, чем угол зрения стороннего наблюдателя. И там, где сторонний наблюдатель видит скорбь и тесноту, там православный человек видит проблеск сияния Божьей милости, любви. Трудно вот этот на самом деле вопрос, вы подняли, отец Сергий, как помочь человеку увидеть другой ракурс. Потому что есть такие даже поэтические строки, которые мне нравятся. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Я думаю, что православный христианин, он очень часто в своей жизни переживает именно такие моменты, когда оказалась бы такая скорбь и теснота, и мука. Он ощущает более полное присутствие Бога, присутствие любви и пребывает совсем не в иныне, не в какой-то депрессии, а наоборот сохраняет бодрое расположение духа и может действовать в этой ситуации. Красивое слово, вы вспомнили, славянская теснота, и она, мне кажется, в том числе является таким косвенным ответом на мной уже заданный вопрос. Что мне вспомнилось, когда употребили в этот термин, мне вспоминается ребенок. Вот почему он так, например, в первые годы своей жизни, спя с мамой, жмется к ней. То есть, наоборот, положи ребенка на огромную двуспальную кровать, казалось бы, дай ему вот пространство для сна, вот, он наоборот начинает хныкать, плакать, начинает капризничать. А прижавшись тесно-тесно, да, вот, к материнской груди, к маме, он как раз испытывает вот то самое внутриутробную тесноту. То есть, когда у него было абсолютное ощущение защищенности, комфорта, может быть, вот как раз именно при вот такой внешней мирской тесноте, то есть, когда мир нас теснит, он нас одновременно прижимает в нужную сторону, да, к груди, груди отеческой, к груди Божьей. Да, вот еще, тогда поговорим, если говорить о скорби, я бы вот хотел в подтверждение ваших слов, да, вот очень красивый поэтический пример вы привели, вспомнить случай, описанный в одном египетском, по-моему, потереке, потрясающий, когда жил один старый монах, а монах чуть помоложе, периодически заходил к нему в келью и утаскивал у него съестные припасы. Ну, такой вот был нерадивый монах. Ну, не хватало, может, ему там очень жестко живу, с нормами питания, на самом деле, могло быть такой же человек, пошел, но не осилил, вот ему не хватает, что делать, не уходить же из монашества. Да, другой вопрос, что ты этим обрекаешь на фактически голодное существование другого брата. Я все-таки думаю, он не все уносил, но оставлял же хоть чуть-чуть. Ну, вот Патерико как раз сохраняет память о том, что он действительно, вот этот вот монах, да, голодал. То есть, приходит молодой монах, посидит, поговорит с тобой, раз, а хлеба меньше становится, да. И тот никаким образом не реагировал, хотя, безусловно, здесь мы видим с вами физическое страдание, то есть, человек испытывает чувство голода и моральное страдание, нравственное страдание от того, что, ну, он чувствует себя обманутым. Однако, никогда ничего не говорил. Вот приходит время умирать этому старому монаху, собирается, как водится у гроба, вернее, у постели еще пока, да, у адра, все монахи и монастыря. И он подзывает к себе этого молодого монаха и начинает целовать ему руки, говорит, этими руками я сегодня приобретаю царствие Божие. Вот, мне кажется, замечательная иллюстрация того, как человек действительно воспринимает, может воспринимать и относиться к скорбям. Второй вопрос бы мне хотел задать, и он, наверное, еще более сложный, чем первый. Мы сейчас живем в очень тяжелое такое время, ну, именно вот конкретно вот последний месяц, да, мы слышим, как взорвался самолет, вот, погибло 224 человека. Мы слышим о терактах во Франции, когда погибает, ну, меньше народу, но погибает ужас ситуации в несколько другом, да, то есть когда повсеместно, в семи разных местах вдруг начинает так действовать зло. Вот. Слышим вот о недавнем теракте, да, где погибли наши шесть пилотов, и встает вопрос, почему Господь попускает скорби? Особенно попускает, например, скорби для человека невиновного, праведного, почему страдают дети, вот. Вот очень такой вот вопрос сложный, и, понятное дело, что на него вот так вот со скандачкой ты не ответишь, но мне кажется, этот вопрос неудобный, очень часто зреет в умах тех, кто хочет переступить церковный порог, но не решается. У меня, когда студенты спрашивают, вот, отец Николай, ну, как вот вы пришли в церковь, потому что это один из таких, ну, наверное, интересных вопросов, то я для себя это вижу, у меня какие-то вопросы вот такие бытийные, они всегда меня волновали, вот, и поэтому в церкви я, конечно же, нашел многие ответы. Но я всегда студентам говорю, что на вопросы, какие-то вопросы мы не можем получить ответы здесь на земле, и поэтому и называется верой наша в Бога, верой в Его любовь, потому что, когда случаются такие трагедии, то вера в любовь Божию может и пошатнуться в человеке, и это, ну, в чем-то, можно сказать, нормально, нормальная реакция. Вот, но мы призваны к сверхжизни. Христос говорит, что я пришел дать жизнь, жизнь с избытком. Вот этот избыток жизни, мне видится в том, что мы прозреваем и преодолеваем, вот очевидность, умерло столько-то людей, сотни людей. Вот она очевидность, она давит, она гнетет, она вселяет страх, а христианин при этом верит, что Бог есть любовь. И через эту веру преодолевает страдания, преодолевает эту муку, вверяет души этих людей в руки Господа. Вообще, и на поминках, и на отпеваниях я всегда людям говорю, что для церкви смерть — это не трагедия в том смысле, что это не последний пункт и не последняя точка, а начало для человека новой жизни. Вот. Если человеку 30, 40, 50, 60 лет, мы еще как-то это можем понять и принять. Разбился лайнер, но человек хоть что-то там пожил, с каким-то капиталом отправился туда. Если умирает ребенок, младенец, там, 2-3 года, там, или даже года нет, то тогда встает вопрос, почему Господь там это допускает. И, ну, опять-таки, если смерть — это не точка, то для этого человека вечность начнется раньше. Вот. И не всегда, не всегда эта жизненная наша вот шкала времени, она соответствует той шкале, которая в вечности. Для себя я на этот вопрос так отвечаю, что любое, опять-таки, даже страдание или страдание нравственное, когда мы сострадаем кому-то, потому что вряд ли там в Самарской области у кого-то там были родственники, но мы сострадаем этим людям. Мы входим в их страдания, и надо понимать, для чего мы входим в это страдание. Не для того, чтобы сделать укор Богу или властям, или маджахедам, каким-нибудь там, я не знаю, террористам. А мы входим в это страдание, сострадаем, чтобы им легче стало. Но им легче станет, если мы разделим с ними это страдание, сможем преодолеть. А если мы преодолеем в себе эту скорбь, значит, это страдание их станет еще легче как-то, более воздушно. Ну вот да, в этом смысле мне хочется, наверное, так немножечко резюмировать, да, что к феномену, к явлению, да, вот, страдания и скорби требуется неоднобокое отношение. Потому что действительно, если скорбь рассматривать только как некое, там, скажем, бичевание Бога-громовержца, да, то есть вот он просто кнутом хлыщет всех подряд, нас там, рабов, слуг и так далее. Как раз в такого-то Бога и отказывается сердце верить. И поэтому человек говорит, Бога нет просто. Потому что в виде эти страдания я не хочу представлять Бога громовержцем, который там что-то кого-то хлещет. Это же абсурд. И вот в этом-то как раз и острие вопроса, что мы через эту ситуацию кто-то укрепит свою веру в Бога и ощутит на себе его любовь через скорбь. А кто-то отвержится Бога и утвердится окончательно, что его нет. А ситуация одна и та же. Падение, там, взрыв самолета с туристами. Кто-то для себя сделает шаг к Богу, кто-то сделает еще один шаг от него. И вот я бы как раз хотел продолжить с этим, что скорбь, ее нужно, ее полезно вообще рассматривать планетарно. То есть суметь оторваться от Земли и посмотреть, ну, условно говоря, если не на высоте Божьей, то, по крайней мере, где-то на уровне полета птицы. Что скорбь, она является как неким фоном, некой декорацией, на фоне которой действительно высвечиваются для Бога разные сферы человеческого бытия. То есть тот человек, который пострадал, поскорбел, это одна ситуация. Ну, например, консолидация общества. Высвечивается даже для людей, не только для Бога. Ты видишь человека более настоящим в момент скорби, в момент стресса. У, по-моему, Константина Кинчева в одной из песен есть замечательные слова, что, сейчас боюсь не точно процитировать, но смысл такой, что это скорбь, эта проблема заставит нас собраться в кулак. Действительно, мы же так устроен человек, что нам нужно иногда столкнуться с каким-то внешним врагом, чтобы вдруг в какой-то момент быть консолидированными, быть объединенными. Воспринять этот вызов не как конкретной там семье, а как именно обществу, как некому народу. А как народ собрать? Самая ведь главная на данный момент, наверное, проблема российского именно общества — абсолютная разобщенность. Как его собрать? Как, ну, иначе, видимо, и не получается. И Господь этот скорбь посылает, в том числе, как и всему народу, для того, чтобы народ что-то очень важное осознал, понял, воспринял и так далее. И вот тут вспоминается одно, тоже один случай, когда, тоже описанный в каком-то из потеряков, когда некий старец приезжает в Иерусалим, в паломничество, и на гробе Господнем он видит плачущую женщину. Она убивается страшно, она плачет, рыдает, он к ней подходит, спрашивает, что случилось? Кто-то умер? Нет, все живы. Не унимается старец. Проблемы в семье? Нет, все хорошо в семье. Кто-то болеет, заболел, там, какая-то нужда в деньгах? Нет, все отлично. Тогда говорит, что же вы плачете? Говорит, да вот, вот три года я уже живу без всяких скорбей и страданий. У меня прекрасный муж, замечательная семья, у меня вообще нет никакой нужды, значит, Господь меня оставил. Вот какая-то такая вот кривая для обывателя, да, логика, но действительно очень часто и святые отцы, да и не святые, христиане очень часто воспринимают, что скорбями Господь посещает. То есть того высшее наказание от Господа Бога, какое возможно, это оставить человека в полном безмятеже, когда он живет абсолютно принадлежа себе. Вот если вернуться немножко к скорби и к страданию, есть ли какое-то высшее отношение к скорби и к страданию, может быть, у святых отцов, может быть, вы какие-то примеры приведете? — Бог меня наказывает, слава Богу, он меня помнит. — Да. — Меня не забыл. Ну вот, немножко вернувшись, если мы говорим о консолидации общества, то храмы должны стать очагом любви в первую очередь. А то, что там какие-то внешние враги или внутренние враги, это все, может быть, да, просто та теснота, которая подталкивает нас в нужном направлении, общество в том числе. Но в тот момент, когда общество соприкасается, не всегда же эту любовь она ощущает. Поэтому вот наша задача — эти очаги держать, сохранить, как вот фильмы часто, да, бывают, огни там, сохранить этот огонь на аэродроме, там, вот, подвиг там, это совсем несколько лет назад, недавно был, когда человек держал этот аэродром один в одиночку, а он уже был закрытый, там, не было финансирования, да, и потом лайнер совершил аварийную посадку на него, потому что он смог его все обеспечить. Вот эти аэродромы надо держать, потому что людям иногда некуда приземлиться. Вот церковь не должна вставать на позицию борьбы и мочить там кого-то и где-то, потому что это все язык власти, язык орудий и кулака, не язык церкви. Язык церкви — это язык любви. Надо объяснять людям, что везде любовь, и те люди, которые совершают какие-то преступные, убийственные действия, они заблудшие овцы. И милосердие к ним, и молитва к Богу о них — это обязательно. Да, вот это, кстати, интересная вещь, которую я тоже в обсуждении с моими прихожанами или с людьми, которые ко мне приходят, вот они приходят, свидетельствуют о том, что есть скорбь, о том, что есть со стороны людей какое-то притеснение, ну или в частности вот такие вот вещи, которые в геополитическом пространстве происходят, да, в мировом геополитическом пространстве. Я говорю, а что конкретно вы делаете? Кроме того, что посудачить, посплетничать, осудить, пороптать на Бога, что конкретно делаете, конкретно вы, вот, например, этих семей, вы, может быть, не знаете их лично, что вы для них делаете? А что я могу сделать? Ну, как минимум, помолиться, да, о том, чтобы Господь не оставил вот тех, кто остался сиротами, или помолиться об упокоении кормильца семьи, помолиться об разумлении власть имущих. Тоже ведь очень важный момент, который улетучивается из памяти людей, что нравственное зло, которое царит в этом мире, оно иногда царит не по воле Божьей. Господь дал нам великий дар свободы, которым зачастую человек пользоваться не умеет, потому и случаются все войны, катаклизмы, страдания, притеснения, потому что тот человек, который смотрит на меня со злобой, с ненавистью и желая притеснить, он тоже Богом благословлен этим даром свободы, у него есть свобода, Господь не может нарушить ее. Мы начали программу с цитаты Нового Завета. В Евангелии Христос открыто говорит, что вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага, а я вам говорю, любите врагов ваших. В этом отношении, кто бы ни был врагом, лично нашим или государству, Христос заповедует назначено его любить. А как же вот фраза «прощай своих врагов, бей врагов государства» там как-то так. Не помню сейчас точную цитату. Я не знаю, как с этой цитатой, но вот в семинарии нас учили так, что для христианина в первую очередь, первая череда цитатов, это Евангелие, потом прочие книги Нового Завета. Все остальные книги имеют, там, святые отцы, уже не столь высокий авторитет. И даже святые отцы могли ошибаться. Погрешности тоже бывают, да. Поэтому для меня вот эта фраза, выражение учения Христа и выражение его любви, в этом плане тяжело себя любить, тяжело ближнего, а врага уже подавно. Поэтому надо начинать с малого. Надо начинать с любви к себе, к тому окружению, которое, с молитв. Очень часто современный человек ни во что ставит молитву. А что я могу сделать? Ну, помолись за человека. А разве я могу молиться за нехристианами? Можешь. Вообще наша молитва, она простирается во всю Вселенную. За любое творение, за любое. Ну, элементарно, да, когда мы в литургии произносим о мире всего мира. Да, мы молимся за всех. И поэтому даже вот эти люди, которые озлоблены почему-то на Россию, которые выражают свою ненависть... Я вот думаю, что здесь озлоблены не на Россию. Здесь в принципе... Возможно, но убили борт, состав конкретно русского лайнера. Поэтому если есть эта озлобленность на Россию, если есть эта ненависть, чем-то она может быть испродуцирована с нашей стороны, так зачем мы ответной ненавистью будем их ненависть возгревать? Пусть они увидят нашу любовь. Пусть они увидят наше принятие и их какого-то протеста. И пусть поймут, что мы не враги. Вот в этом плане... У нас осталось совсем мало времени до конца эфира. Мне бы хотелось резюмировать для того, чтобы наш разговор сегодняшний не был таким, да, растекаясь мыслью по древу. Действительно, скорбь — это очень многогранное явление. Действительно, скорбь важно рассматривать как некую воспитательную меру от Господа Бога. Кстати говоря, тут вот интересный, я слышал ответ отца Дмитрия Смирнова. Мы... и вот она как раз вторит тому, что это может быть действительно воспитательной мерой. Он говорит так... Ну, известно, что он самый ярый идеолог противоабортной акции. Он говорит, почему мы сокрушаемся, вот, там, в самолете погибло, ну, условно говоря, там, 10, 20, там, 30 детей. И не сокрушаемся, что в нашей стране гибнут миллионы нерожденных детей. Так, может быть, Господь нас вот пытается в том числе приковать наше внимание, наш взор вот к проблеме детства, уязвимости, хрупкости существования человеческой жизни. Вот. И чтобы мы, например, перестали делать аборты. Вот одна из... один из ответов, почему так возможно было бы. Но это очень важный момент, да, что скорбь – это такая воспитательная мера от Господа Бога. Наказание, которое мы очень часто слышим, слово, да, оно имеет происхождение от слова «наказ». Наказ – как правильно жить. Спасибо вам, отец Николай. Спасибо, отец Сергий. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. И сегодня хотелось бы нашу передачу закончить словами одного из великих преподобных отцов Антония Великого, который говорил «Не бегай, скорбей, ибо за скорби ты можешь увидеть Бога». Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»